Музыка Наша страна – многоконфессиональное государство. В стране зарегистрировано 25 религиозных конфессий и направлений, и общая численность таких организаций составляет 3569. Верующие люди разных конфессий – это более 50% населения, а неверующих чуть меньше, чем 50%. Христиане в процентном отношении от всех верующих православные составляют 82,5%, католики – 88,2%, протестанты – 3,1%. Иудеи, ислам, буддизм и другие религиозные организации – 1,7%, от всех верующих. Но статистика, конечно, меняется. Православные христиане, крещённые в любом возрасте, все вместе составляют 82,5%. От всех верующих православные христиане, воцерковленные от 6 до 30% по разным источникам информации – это те, что посещают каждое воскресенье храм и исполняют православные таинства, обряды, традиции. Православные христиане номинальные, те, что не посещают постоянно служение от числа всех православных, это где-то половина – это те, что в храм ходят только по большим праздникам – Рождество, Пасха. Двоеверцами называют верящих в Бога и придерживающихся языческих народных обрядов более половины процентов, если не больше, от всех православных христиан. Языческие – от слова «языцы» – народы, поэтому язычество – народная вера. Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская православная церковь, которая объединяет 1714 православных приходов, 15 епархий, 6 духовных учебных заведений, 35 монастырей, 15 братств, 10 сестричеств, 1 миссию. Действуют 1740 православных храма, еще 165 строятся. В городе Светлогорске есть церковь святых, всехвальных, первоверховных апостолов Петра и Павла, церковь великомученика и целителя Пантелеймона, собор преображения Господня, храм святителя Кирилла Туровского, церковь в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Свидения взяты на сайте светлогорск.церковь.ру Двоеверные, крещенные в православии, не оставившие языческих традиций, обрядов и суеверий. Смесь христианства и язычества существует у разных народов мира, не только у белорусов. Там наша деревня, уже темнеет, шестой час вечера. А вот там лес, через канаву. И когда войти в лес, на распутье трех дорог, там стоят как раз эти языческие идолопоклонные кресты. Вот мы входим в лес. Это слева, там деревня Иланы. Это дорога входит в лес. А это вот поляна. Там тоже лес. Это все грибные и ягодные места. Здесь сейчас дорог разбили много, а то было прямо чутко так хорошо. Лет 20 тому назад входила дорога. И дальше там. Вот сейчас идет развилка дорог. И это как раз есть место языческого поклонения, сохранившееся до наших дней. 20-е годы 21 века. Которое как раз и свидетельствует о языческих глубоких корнях в белорусском народе. Считая себя христианами, тем не менее, они Богу не доверяют. Не доверяют. Вообще это страшно. На самом деле для христиан это страшно. Вот вы посмотрите, что делается. Сами сколотили из дерева. То, что горит. Работа рук человеческих. И поскольку рушники уже жалко сюда цеплять, то здесь и тюль, синтетические ткани, и ритуальные старые нарисованные. И вот я хожу 25 лет в этот лес. И вы знаете, появляются все новые и новые. Вот. Вот кто скажет, что это христианство? Нет. Каждый человек, знающий Бога, знающий своего Спасителя, Иисуса Христа, он никогда не придет сюда и не повяжет никакой хусточки и листушечки для того, чтобы задобрить. Это капище идолов. Капище идолов. Возвращаемся назад. Вот там остался тот лес с заканавой. Ну вот прямо счастье. Свет падает. И вот эта дорога, которая ведет назад домой, и мы идем с леса, уже сейчас, я даже не знаю, сколько времени, наверное, часов шесть. В Беларуси проще называли святые креницы, колодежи, особные древы, камени, толстые пни из пиленных древ. Слово «проща» значит «просьба», «прошение». Личилося, что тут у прощей духи воды, древ або каменев могут отгукнуться на впрошвание. У надеи на прихильность у воду кидали монеты, на галинах древ развешивали ручники, клали монеты в выемки каменев. Девчаты на выдане навязывали разноколеровые стушки и просили доброго працавитого жениха Якини-Пье. Ну вот подъехали мы к этому месту. Его называют «проща». И историю рассказывать я этого места не буду, потому что в интернете достаточно материала об этом. Ну, как мне рассказывали, что здесь когда-то была кренечка, капличка. Ну вот, смотрите. Значит, кресты попритаскивали старое с кладбищ, может быть, поставили... Это не могилы. Это не могилы. Это просто место, в которое воткнули кресты. Ну, это крест уже такой православный. А это кресты, как люди говорили, попритаскивали, наверное, с кладбища. И вот по стушкам, хусткам, ленточкам можно судить, что уже как таковых-то рушников здесь и нет, хотя вначале когда-то вон там вдалеке рушничок был. Хотелось бы, чтобы люди приходили в храм Божий, там, где Господь сказал приходить и поклоняться. Что Библия говорит о поклонении в Дубравах? Дубрава – это естественная или насаженная группа деревьев, часто на возвышенном месте, среди которых устанавливался и стукан, столб, статуя, посвященное священное дерево местного божества. Иногда даже под отдельным тенистым деревом, дубом. Во многих местах такие Дубравы, рощи в оригинале прямо названы капищами Астарты. Смотрите, значение слова Астарта, высоты, дерево, посвященное дуб, идол, роща, столб, теревинф. Вот яблоки положили, наверное, на яблочный спас приходили. Вот свечку зажигать. Вот тоже яблочко. Это дерево в осени яблони. С этой стороны пиковка, это значит недавно положили. И вот кто-то сходит. Ну почему в церковь не дойти? Все люди жаждут чуда. В хутере много лет двоеверцы ищут в проще исчезнувший родник, чтобы напиться этой воды и исцелиться. А живая вода рядом в Иисусе Христе. А Бог всемогущ и вездесущий. Что в Священном Писании об этом написано? Из книги Иоанна, это Новый Завет 7, 38-39. Кто верует в Меня, говорит Христос, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Вода, которую дает Иисус Христос, это Слово Божие, это Сам Дух Святой. Живая вода. Из Иоанна, 4 глава, 14 стих. Иисус, кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую Я дам Ему, сделается в Нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Красивое место. Ну, вот, кругом все какие-то знаки, повязочки. Места из Священного Писания о поклонении идолам. 4 царств, 17 глава, 12 стих. Они поклонялись идолам, хотя Господь сказал, не делайте этого. 4 царств, 17, 41. Даже почитая Господа, эти народы служили идолам. До сегодняшнего дня их дети и внуки продолжают делать то же, что делали их отцы. 4 царств, 21, 21. Он ходил всеми путями своего отца, служил идолам, которым служил его отец, и поклонялся им. И 2 параллель поминона, 24 глава, 18 стих. Они оставили дом Господа, Бога своих предков, и стали служить столбам Ашеры и идолам. За их вину на Иудею и Иерусалим обрушился Божий гнев. И то же будет с каждым, кто поклоняется не Богу, а поклоняется идолам. В Иеремии 3,23 Ветхого Завета написано «Поистине поклонение идолам на холмах и сборище на горах являются обманом. Поистине лишь в Господе нашем Боге спасение для Израиля». Иеремия 18 глава в 15 стихе «А мой народ забыл меня, они жгут благовоние ничтожным идолам, они споткнулись на своих путях, на древних дорогах и сбились на тропки, на нехоженные пути». Исайя 42 глава 8 стих «Я Господь, таково мое имя, я не отдам славы моей другому и хвалы моей идолам». Первая заповедь, данная Богом людям, звучит так «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, Господу, Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». На одном из православных сайтов я прочла вот такую заметку. «К сожалению, многие не знают или не сознают высоты и величия своего христианского звания, не знают своих обязанностей, не исполняют их и живут как язычники в нечестии. Одни так поступают по своей темноте духовной, другие по лености, а третий по высокомерию. Но молит вас всех святая церковь, устами святого апостола Павла, поступайте достойно звания, в которое вы призваны». И в Ефесянах 4,1 написанное также. «Иначе будете не детьми божьими, а детьми дьявола, исполняющим его похоти» из Иоанна 8,44 «Детьми тьмы, которые снова распинают себе Сына Божия и ругаются ему, евреям 6,6, и попирают его, и которые, если не раскаются, будут прокляты Господом, Богом, и пойдут, как наследники дьявола, вместе с ним в вечный огонь» Матфея 25,41 Некоторые отличия в вероисповедании православных христиан воцерковленные имеют иконы, номинальные также могут их иметь, и двоеверцы тоже. Воцерковленные регулярно посещают службы в храме, номинальные редко, двоеверцы храм посещают, когда что-то случается. Воцерковленные православные регулярно молятся, номинальные молятся, когда что-то нужно, И двоеверцы могут молиться часто и даже идолам. Воцерковленные христиане исповедуются в грехах, в храме Божьем. Номинальные на исповедь не ходят. Так же и двоеверцы. Воцерковленные православные христиане причащаются в церкви. Номинальные не причащаются. И двоеверцы не причащаются. Так же воцерковленные православные христиане венчаются в храме Божьем. Номинальные могут венчаться, могут нет. И двоеверцы могут жить вне брака, не венчаясь. Воцерковленные православные христиане строго соблюдают посты, регулярно жертвуют на храм. Воздержаны в еде, словах, поступках. Не употребляют бранные слова. И стараются жить по заповедям Божьим. Номинальные православные не строго придерживаются соблюдения постов. Жертвуют на храм при случае. Не придерживаются церковных правил. И так же употребляют бранные слова, как и двоеверцы, язычники. В православии много традиций и обрядов. Воцерковленный православный христианин изучает священное писание и другие книги, учит молитвы, изучает основы православной веры, делает добрые дела, имеет духовного наставника. Спасение имеют они по вере в Иисуса Христа как своего спасителя после искреннего покаяния, живя доброй христианской жизнью. Почему неноминальные христиане, воцерковленные православные и христиане разных конфессий не верят в то, что нужно поклоняться идолам вот в таких прощах, в лесу? Потому что знают в священное писание, где это запрещено. Потому что в непростых жизненных ситуациях молятся напрямую к Богу, а не плюют через плечо. Потому что доверяют Богу, что Он защитит прежде нашего прошения. Понимают, что за всеми суевериями стоят бесы. Почему же тогда у номинальных, просто так называемых христиан, сбываются несчастья, если они находятся вот в этой среде суеверий? Потому что Бог сказал, по вере вашей да будет вам. Вы верите, что рассыпав соль, что-то случится? Оно случится. Потому что за исполнение суеверия отвечают бесы, и они уж точно постараются, чтобы человек не смог выпутаться из своих страхов. Как быть тем, кто верит в Бога, но соблюдает языческие традиции? Если вы не знали, не знаете, что Бог готовит двоеверцам, то послушайте совет православного священника. Надо искренне раскаяться в своих грехах и более не возвращаться к ним. Все христианские вероисповедания говорят о непременном условии спасения души, покаянии. А что это такое? Слушайте. По гречески слово покаяние звучит как метанное, что буквально переводится на русский как перемена ума, изменение образа мысли. И это слово метанное описывает смысл христианского покаяния намного более точно, чем русский аналог. В смысле покаяния христианство очень практично. Вместо того, чтобы призывать человека заниматься самоуничижением, оно призывает человека к действию, к работе над собой. Обязанности государства следить за соблюдением закона о веротерпимости. Статья 4 закона Республики Беларусь о свободе совести и религиозных организациях гарантирует право каждому на свободу выбора атеистических или религиозных убеждений. А вот право и обязанность каждого христианина выполнить поручения Господа Бога и предупредить заблуждающихся и непросвещенных в том, что ждет их при идолопоклонстве. Евангелие от Матфея написано «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». Продолжение следует...